Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, я сейчас только начинаю свой рабочий день, на часах 2 часа дня. Ну, наверное, по традиции. Как обычно, я с утра занимался личными делами, и я сейчас сделаю вставочки того интересного, что я сегодня увидел. Так, девочки и мальчики, давно не ездил на автобусе. И вы знаете, тут тоже есть изменения. Итак, первое. Я зашел, у меня нет билета. И вижу надпись, что водитель билеты не продает. Я даже сначала расстроился, а потом увидел надпись, что купить билет вы можете просто вот здесь, в валидаторе. То есть он принимает теперь не только карты тройка, но и любые вот эти системы. Мир, Виза, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Ну, естественно, мы знаем, какие из них сейчас не работают, но мир и система с картой тройка, она работает. Короче, приложил я смартфон, списали деньги, и все хорошо. Дальше я немножко расстроился, что ехать некоторое время, то есть мне туда-обратно, и смартфон может разрядиться. Но каково было мое удивление, когда я увидел зарядки для смартфонов практически на каждой палке и даже на кнопке стоп. То есть вот кнопочка, которую могут нажать люди с ограниченными возможностями. И даже вот здесь есть два порта USB. Ну, то, что здесь есть кондиционер, то, что здесь есть там всякие рекламы. Ну, собственно, я сейчас делаю пересадку. Надо нажать кнопочку, и я смогу выйти. Дальше я сделаю пересадку на другой автобус. Блин, ну реально это удобно, классно, быстро, просто. Также из интересного то, что я приехал сюда на 114 автобусе, о чем Google карты сообщили мне, что тот автобус, на котором я собираюсь ехать, он будет на 5 минут раньше расписания. И он так и пришел на 5 минут раньше расписания. А сейчас система говорит мне, что у меня есть два варианта, я могу поехать на одном, либо на другом автобусе. И что ехать мне надо именно на вот этом, потому что он придет раньше. Блин, ну это круто. В итоге я добрался до машины, меня спрашивали в комментариях, как мой вчерашний день. Ребят, да, вчера была пятница, но я вчера не работал, как обычно, от утра и до упора, с покупкой смены, чтобы без комиссии Яндекса и так далее. Я вчера, ну у меня было приключение. Началось оно позавчера. Позавчера был очень такой странный день, где система по нескольку часов не давала заказы. То есть я с утра простоял 2 часа, потом днем простоял час, потом еще было время, не было заказов. И я еле-еле-еле к концу дня вышел на почти 10 тысяч полугрязи. И мне прилетает заказ далеко-далеко на Новую Ригу. 48 километров, если не ошибаюсь, по Новой Риге. Надо отвезти, простите, девушку в коттеджный поселок. И я, ну честно, понадеялся на то, что мне даст заказ обратно. Новая Рига все-таки наш район, да, наше направление. Но время такое, ну как бы надежды было мало, но деваться было некуда, надо было как-то зарабатывать деньги. Но в чем прикол такой поездки на каршеринге? Дело в том, что если туда поездка стоила 2600, из них там где-то 800, наверное, забирает Яндекс, остается 1800. И если оттуда вернуться за свой счет, то есть получается 100 километров туда и обратно, то Яндекс.Драйву нужно будет за такую поездку отдать 1500 рублей. То есть из 1800, вычтем 1500, останется 300 рублей за неимоверное количество времени. То есть туда мы ехали час, обратно, если бы я за свой счет ехал тоже час. Ну короче, за 2 часа работы 300 рублей, это просто смешно. И я понадеялся, что я получу оттуда заказ, приехал, девушку высадил, оставался на линии, но заказы не поступали. И я принял решение дождаться, пока ее отпустят и отвезти обратно. Вот, соответственно, я прилег в машине, в статусе на линию, думаю, ну если придет заказ, я услышу. До 5 утра смартфон молчал и, ну по сути, я немножко поспал в машине. Вот, и утром получаю тот самый заказ, приходит заказ именно оттуда, где я девушку высадил и туда, откуда я ее забирал. Ну как бы мой план удался. Подумал я, подъехал к шлагбауму, а там уже стоит еще одна машина, эконом-класса. Вот, ну стали рядышком, я там пока немножко привел себя и машину в порядок. И выбегает девушка наша, босая. Ну, наверное, чтобы не стучать каблуками, чтобы никто не слышал, что она убегает. Вот, но я вышел ее встречать, но она села в машину эконом-класса и уехала. В итоге я подождал 10 минут положенные, получил деньги за подачу машины и все, отменил заказ. Я даже расстроился сначала, но мне тут же прилетел другой заказ в Москву, оттуда и даже дороже, за 3-400, по-моему, на Казанский вокзал. Мы также за 40 минут доехали, но это уже было утром, то есть мы доехали на вокзал в 7 утра. Соответственно, как только мы доехали до вокзала, мне Яндекс начал присылать сообщение, что скоро он меня заблокирует. И я доработал до 10 утра и все, меня заблокировала система и я поехал домой отсыпаться. Бросил машину в Москве, сам на метро. И в итоге я потом вышел на работу уже в 3 часа дня, когда система разрешила. И доработал до вечера и как только наши вурдалаки, которых я уже начал привозить в Москву, начали вести себя не совсем адекватно, я ровно в 12 закончил работать. Заработал свою десяточку большими, скриншотик вставлю. И сегодня, ну как бы поехал по личным делам. Но во вчерашнем дне была очень интересная штука, о которой я вам сегодня хотел рассказать. У нас есть чат. Мы общаемся с другими водителями довольно тесно. И этот чат, ну он хоть и рабочий, да, то есть мы общаемся на таксичные темы, но он не очень многочисленный. И общаемся мы не только на таксичные темы, но и на личные. Много друг о друге знаем, довольно близко общаемся. Иногда встречаемся офлайн, даже выпивали как-то. Но, вы знаете, при этом, вот когда общаешься так часто, там тысяча сообщений в день в чате, кажется, что уже знаешь о человеке все. Ребят, у нас есть коллега, о котором я думал, что многое знаю, но оказалось, что нет. Вчера на канале Мир24 вышел репортаж о Денисе, точнее о его жене Юлии. Нужно дорогостоящее лечение. Но в кадре есть и Денис, это наш с вами коллега, таксист. Правда, в ролике говорится о том, что он бывший пилот авиации, и это правда, что он программист, и это тоже правда, он начинающий программист. Но основной вид заработка сейчас у него это такси. И мы вместе работаем, каждый день общаемся, делимся результатами, лайфхаками. И так получилось, что я не знал о том, что в его семье есть такая проблема. И я был удивлен, это мягко сказано, тем, насколько жизнерадостный, открытый человек Денис стойко борется вместе с женой с вот этой проблемой. Ребят, это настоящий мужчина, это настоящий пример того, каким должен быть настоящий мужчина. Мое личное мнение, можете с ним соглашаться, можете нет. Но я считаю, что таким людям надо помогать. И вот этот вот сюжет на канале Мир24, там идет сбор денег фонда «Живой», который помог с лечением Юлии. Сейчас она проходит реабилитацию, Денис точно так же пока работает неполноценные смены. Работает пока на Каплюсе, потому что так дешевле. Позже планирует перейти в бизнес, но из-за того, что очень часто отвлекается на поездки, на процедуры и так далее, пока работает в Каплюсе. И любая материальная помощь им сейчас будет очень кстати. Причем канал Мир24, он показывает историю о том, как фонд «Живой» помог ребятам в этой ситуации. Они собирают деньги, пожалуйста, не отнеситесь к какому-то фейку. Это действительно так, они помогли и сейчас собирают деньги на то, чтобы компенсировать вот эти вот затраты и также помогать другим людям, оказавшимся в такой же сложной ситуации. Но помимо этого я под видео размещу ссылку, размещу номер карты Сбербанка самого Дениса, для того, чтобы те, у кого будет возможность помочь материально, смогли это сделать. Не важно какая сумма, нас очень много и если кто-то по чуть-чуть сможет помочь, столько, сколько есть возможность, у кого она есть, то им уже станет немножко легче. Легче в быту, легче преодолеть эти усилия. Я считаю, что они достойны такого внимания и такой помощи. Ребят, всем желаю огромного человеческого счастья, здоровья и вместе, я думаю, проще преодолевать такие сложности. Всем такого же терпения, такой же веры в добро, как у Дениса. Желаю всем, всем хорошего дня, всем удачи. Продолжение следует...